Я нотально незрячий человек, не вижу совсем ничего. У меня темные очки, в руках белая трость тактильная, одет синюю рубашку, джинсы. Такое подробное описание выступающих на этом семинаре не случайно, ведь в зале собрались люди, которые не видят окружающего мира. Но на этот раз они выступают наставниками. На уроках инклюзивного общения учат работников социальных служб, волонтеров и представителей организаций для инвалидов находить общий язык с незрячими, потому что никто лучше них самих не знает, как наладить контакт. Мы должны все приносить пользу. Каждый человек с инвалидностью – это наша мечта. Должен, просыпаясь утром, думать, чем я сегодня могу быть полезен в своей стране, в своем миру, в своей планете. И на фестивале «Паруса духа» в Волжской Венеции каждый участник почувствовал себя членом экипажа «Парусника». И желание быть полезным здесь реализовалось на все 100%. Ведь на яхте нет пассажиров, у каждого свои обязанности. И от каждого зависит, далеко ли поплывет судно. Здесь присутствуют все представители с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха, речи. И сегодня они все чувствуют себя на равных. На равных со здоровыми людьми, с обычными людьми. И даже могут поделиться своими ценными качествами. «Паруса духа» – это проект, который позволяет людям с ограничениями по здоровью раскрыться и влиться в общество. И это не просто слова. Не зря же фестиваль существует уже 10 лет и проходит в нескольких городах. «Это культура взаимодействия человека с инвалидностью, с открытым обществом, условно здоровым обществом. Поэтому такие мероприятия здесь, в Балакова, совместно с такими организаторами, как Балаковская АЭС, это привлекает больше внимания. Это показывает открытому обществу, что это нужно и прямо здесь, и прямо сейчас. Это закон инклюзии, что движение и инициатива должна быть снизу вверх. И сверху нам всем сказали, надо срочно с инвалидами дружить и общаться. Мы, люди с инвалидностью, хотим общаться, хотим быть частью открытого общества». Даже те, кто много лет работает с инвалидами, заверяют. Каждое мероприятие для них важно, будь то семинар или парусная регата, ведь они дают возможность лучше понять возможности инклюзии. «Я уже 15 лет работаю с инвалидами и все равно открываю для себя что-то новое. На самом деле-то все люди разные, даже несмотря на то, что у них есть вроде бы похожая инвалидность, они там не зрячие условно говоря, но все равно они все разные. И взаимодействие с людьми тоже нужно по-разному. Вчера, проведя весь день, сегодня совершенно спокойно общаемся, как будто мы знаем друг друга уже очень давно. И там невзирая, есть у человека инвалидность или нет инвалидности, мы говорим на одни темы». В нашем городе парусодуха расправляют уже второй раз, поддерживают это важное мероприятие Балаковская атомная станция и концерн «Росэнергоатом». «Слушай внимательно команды капитана. Так держать основная команда». Четыре яхты, четыре полноценных экипажа. Руководят командами опытные яхтсмены. Конечно, это не совсем настоящая регата, ведь она подразумевает в том числе и соревнования в скорости преодоления дистанции. Здесь же внимание уделялось вовлеченности каждого члена экипажа в процесс управления судном. Стать командой – это главная задача проекта. Ну и, конечно, получить незабываемые эмоции. «Мне очень понравилось. Так ездят, включают себя на этих просторах, дыхают, скрываются, хочется еще больше драйва». «Первый раз под парусами. Эмоции хорошие, замечательные. Ветер. Хотелось бы больше ветра, конечно же. Вот это вот адреналин почувствовать. Там брызги вот этой воды. Ветер сегодня был небольшой, но мне понравилось. Все здорово, классно». «Хочу вас всех поблагодарить за то, что вы стойко перенесли все тяготы и решения яхтенной жизни. Прошли, сдали настоящий экзамен и теперь можете точно называться компетентным членом экипажа». Этот проект не оставил равнодушным никого, и участники еще долго будут вспоминать, как отправились навстречу волнам. Их жизнь благодаря фестивалю стала немного ярче, и свои паруса духа они расправили по ветру.